Продолжение следует... Большое спасибо, прежде всего, организаторам конференции за возможность принять участие в этом замечательном мероприятии, которое происходит уже не один год. И большое спасибо модератору за прекрасную работу, тема, с которой я сегодня выступаю, это тема нашего совместного проекта вместе с моим коллегой, соавтором Виктором Анатольевичем Ильином, также преподавателем колледжа Российского государственного социального университета. И проблемы цифровизации, как мы об этом говорили до самого последнего времени, дистанционного образования, образования на протяжении всей жизни, это проблемы, которые нас уже давно интересуют. Тем не менее, я бы хотел начать не, собственно, как таковой пандемии и не, собственно, с информационных технологий, а с той дискуссии о проблемах системы образования, с которой мы постоянно, в общем-то, так или иначе сталкиваемся. И вот ввести дискуссию, дальнейший разговор об проблемах дистанционного образования в связи как раз с проблемами образования в целом. То есть эти проблемы мне никуда не деваются, не остались такими, как и были. Это, во-первых, стандартизация. Во-вторых, это принципиальная, с моей точки зрения, некреативность нашей образовательной системы. В-третьих, это больно-рейтинговая система, у которой я вижу сегодня больше недостатков, чем преимуществ. В-четвертых, это совершенно неправильное, с психологической даже точки зрения, сравнение учащихся между собой. То есть это традиция, которую мы знаем, свойственна нашей педагогике. Там, Вася сделал хуже, чем Петя, например. Психологи говорят о том, что так делать нельзя, но тем не менее, мы все равно чаще всего продолжаем так делать. Это исключенность личного опыта учащихся. То есть у нас есть стандартные программы, которые мы должны освоить. И вне зависимости от моего личного бэкграунда, от моего социального опыта, от моих взглядов. Более того, студенты все это прекрасно понимают. Они говорят, ну как, а как нужно сказать, как я думаю или так в книжке написано. Есть, конечно же, и проблемы с самих учащихся. Это проблемы с чтением. Простите, сегодня мы вынуждены об этом говорить, что людям, молодым людям все труднее и труднее читать тексты. Тексты не просто сложные, а тексты, в которых есть предложения сложно сочиненные, сложно подчиненные. Проблемы с концентрацией. Об этом тоже, простите, психологи постоянно говорят, социальные психологи. Мы привыкли к тому, чтобы все время переключаться между разными видами деятельности. И даже если нам ничего не нужно делать вот прямо в этот момент, мы все равно привыкли хвататься за мобильный телефон или за телефон или за, простите, компьютер или еще за что-нибудь. И таким образом отвлекаться. То есть наш мозг уже отвык от того, чтобы сосредоточенно заниматься чем-то. Кто-то сказал, простите, не помню кто, что гений есть терпение о мысли, сосредоточенной на одном предмете. С этим терпением мысли сегодня тоже есть большие проблемы. Ну и кроме того, есть проблема под названием индивидуализм. То есть то, что называется этический субъективизм, когда сегодня все больше и больше поколения молодых людей убеждены в том, что то, как они живут, то, чем они занимаются, это и есть центр мира. И, собственно говоря, всем мерилом всей их деятельности является их только лично, их нравится или не нравится, подходит им или не подходит. То есть поэтому, если мы задаемся вопросом о какой-то социальности, об общественной жизни, о строении общества, то, конечно, в условиях вот такого развитого индивидуализма делать это очень непросто. Поэтому, когда мы говорим вообще о целях образования как таковых, то мы привыкли обсуждать на высоких трибунах каких-нибудь конференций, посвященных, скажем, философии образования, педагогике. Мы говорим о том, что вот есть классический идеал образования, скажем, это возделывание души. Можем говорить о том, что есть другой идеал цели образования, служит целем развития общества. И тогда мы считаем, что образование носит несколько более, так сказать, прикладной характер, или, по крайней мере, эти цели должны все время как-то соподчиняться целям общества. Соответственно, меняется общество, меняются цели образования. Тут деваться некуда. В-третьих, третий подход, то, что образование служит целем саморазвития личности, психологического благополучия человека, в том числе и социальной включенности, в том числе и самоактуализации. Поймите, что самоактуализация невозможна, если я занимаюсь только своими собственными интересами. То есть, если мы вспомним о том, как тот же самый Абрахам Маслова понимает самоактуализацию, то он совершенно четко говорит, что это, кроме того, что это самая высокая потребность человека, то самое главное, это еще и потребность, которая не может удовлетворяться вне общения и взаимодействия с другими людьми. Почему не просто ситуативного, не просто на уровне социальных контактов, а на уровне постоянного взаимодействия. Однако сегодня, с моей точки зрения, всем этим дискуссиям, в общем-то, подведены определенные итоги. Сегодня возобладал подход, согласно которому образование нужно для профессии. А профессия нужна для работы. Если мы исходим из такого принципа, ну тогда, в общем, все эти наши дискуссии о реформировании образования можно закрывать в концептуальном смысле. И только думать о том, какие конкретно механизмы, шестеренки нужно сюда вставить, как провести вот эту самую самоактуализацию программы раз в год или раз в два года, для того, чтобы включить новый программный продукт или для того, чтобы включить какое-нибудь новое техническое устройство, не меняя ничего другого. Я об этом сейчас чуть позже еще скажу, почему это в корне неверно. Посмотрим на то, как сегодня цель образования воспринимается, скажем, на уровне документов Организации Объединенных Наций, либо на уровне Организации ЮНЕСКО. Прежде всего, речь идет о том, в стратегии образования 2030, что образование нацелено на личность, на ее собственные цели и задачи. Но только личность нельзя понимать в узкогеистическом, естественно, смысле, о чем я уже тоже сказал. Однако философия образования отечественное выглядит совсем по-драгому. Мы предполагаем, что самое главное – это подготовка человека в скобках – специалиста, гражданина, соответствующего целям и задачам общества. Вроде бы, с одной стороны, неплохо. Вроде бы, только что я сказал о самоактуализации, о социализации и прочим обществом. Но не теряем ли мы при этом как раз вот эту самоценность личности в любом случае? То есть тогда получается, что мы на личность начинаем смотреть как на функцию общественных отношений. А это уже сложность. И вот в этой самой ситуации мы с вами внезапно попадаем в ситуацию пандемии, когда, по данным ЮНЕСКО, было закрыто примерно 87% школ, соответственно, 87% учащихся во всем мире. То есть это примерно полтора миллиарда учащихся в старше 65 странах. И вот тут мы внезапно оказались в той ситуации, о которой мы вроде бы давно говорили, о которой мы вроде бы давно готовились, когда нам внезапно пришлось перевести все абсолютно обучение в дистанционный режим, абсолютно все перевести в онлайн. И вот здесь сразу стали возникать очень четкие проблемы, о которых в основном я как раз сегодня и кратко скажу, и попытаюсь с моей точки зрения обозначить, что здесь можно сделать. Во-первых, это неэффективность используемых на момент начала пандемии информационно-компьютерных технологий, как в организационно-техническом, так и в концептуально-методологическом аспектах. То есть у нас есть аппараты, у нас есть платформа, у нас есть сервисы, которыми мы пользуемся. Пользуемся на тот момент уже достаточно активно. Но при полном переходе на дистанционный режим мы понимаем, что этих ресурсов явно недостаточно. Более того, в некоторых случаях они оказываются совершенно неадекватными. Здесь я могу говорить об опыте трех учебных заведений. Это Российский университет дружбы народов, государственные учреждения. Там давно уже функционирует телекоммуникационная учебно-информационная система, или сокращенно Туиз. Она, в принципе, основана на тех же самых основаниях, что и Moodle. Кроме того, в Рудене решили сразу же срастить это дело с услугами Microsoft Office для вузов. То есть Microsoft предоставляет целый пакет возможностей для высших учебных заведений, в том числе и России, и многие этой возможностью пользуются. В частности, знаменитые сервисы Teams, облачный сервис OneDrive, что, конечно же, очень удобно. Решение, которое было принято в Российском государственном социальном университете. Здесь существовала своя система дистанционного обучения, сокращенная СДУ, но, в принципе, она не была рассчитана на ведение онлайн-занятий. Она, в принципе, изначально создавалась для работы именно с дистанционными студентами, то есть мы там размещаем оффлайн какие-то материалы. Поэтому для реализации онлайн-режима нужно было использовать Skype и создавать частные облачные аккаунты для того, чтобы там держать, скажем, те же самые записи занятий, материалы и прочее, потому что собственный облачный аккаунт организации оказался перегружен, естественно, уже через неделю или через две. Но мы понимаем, что введение занятий в Skype имеет свои очень сильные ограничения на количество студентов, на количество вообще участников, на возможности звонков, на устойчивость связи и так далее. Это, в общем, все было достаточно сотруднительно. Наконец, третий ВУЗ, ВУЗ не государственный, Институт гуманитарного образования информационных технологий, тоже расположенный в Москве, просто решил использовать весь пакет абсолютно Microsoft Office для ВУЗов, и Service Teams, и OneDrive, и Stream для стримингового обещания. Если говорить о каких-то сравнительных преимуществах и недостатках, то система, которая используется в Университете Дружбы Народов, ну, она, в принципе, предполагает большую самостоятельность преподавателя в формировании электронной структуры, содержания курса. То есть здесь есть большая гибкость, большая динамичность в обновлении, модификации всего контента, но, с другой стороны, это, конечно, требует больших временных затрат со стороны каждого преподавателя. Что касается СДО, РГСУ, то здесь есть два типа курсов, которые называются стандартные курсы и новостные. Стандартные, конечно, их преимущество в том, что они экономят больше времени, чем чаще и дольше они используются, то есть мы их сдали, сделали, завели, и они автоматически подгружаются к каждой следующей группе, к каждому следующему потоку. Но модифицировать их крайне сложно, это делается только через отдел информационного обеспечения, то есть сам преподаватель этого делать не может. Либо есть второй вариант, так называемые новостные курсы, которые создаются вручную, так сказать, для каждого потока, для каждой группы, и они гораздо более управляемы, много понимаем, что как результат и гораздо более энергозатратны, потому что они требуют вот такой все время новой сборки перед началом каждого нового курса. Вторая проблема. Трудности с использованием тех же самых ИКТ, то есть Skype, Microsoft Teams, сопряженные с ними сервисы, уж не говоря о специальных таких вещах, как Zoom и WebEx, есть недостаток навыков, есть отсутствие технического обеспечения, причем с обеих сторон, как со стороны учащихся, о чем сегодня уже немножко вспоминали, так и со стороны преподавателей. У многих оказалось, что, в общем, компьютер, который работает в качестве такой пишущей машинки на электронную, он не выдерживает ни нагрузки Skype, ни нагрузки Teams, и зачастую интернет-связь тоже не самая лучшая, тем более, что не у всех есть проводная связь. Вот поэтому по нашим предварительным, таким очень приблизительным подсчетам, по крайней мере, 10% учащихся были вынуждены написать на заявление, на переход на так называемую индивидуальную учебную программу, потому что просто не могли обеспечить доступ к интернету либо к тем же самым компьютерам в необходимом объеме. Третий пункт. Просто перенести обычные занятия в режим онлайн вызывает очень много вопросов. Ну, прежде всего, высидеть, вот представим себе здесь, основном, преподаватели сидят, представьте себе, вам приходится сейчас на нас поставить условие отсидеть 4 или 5 пар по полтора часа. Но мы к концу этого дня просто, но если не рехнемся, то почувствуем, что мы вообще просто совершенно никакие. Это потому, что мы привыкли быть, конечно же, с другой стороны, так сказать, баррикад. Но, тем не менее, мы должны понимать, что вообще, то есть все это уже сегодня ощутили, что онлайн вести занятия намного сложнее. Почему? Потому что нет живого вот этого отклика, нет живой реакции. Когда ты смотришь по глазам, по телодвижениям, по жестам каким-то, ты уже что-то можешь сразу же скорректировать. Здесь отсутствие вот этой самой положительной обратной связи, чем говорит нам синергетика. Ну и потом, никто не отменял, есть медицинский аспект. Если мы знаем, что, допустим, оператор в билетной кассе делает перерыв технический на 10 минут, там каждый час или каждые 2 часа, никто такого перерыва не предлагает ни для студентов, ни для преподавателей, когда мы работаем в онлайн-режиме. Поэтому тут нужно думать о том, можно ли и нужно ли требовать вот такого повсеместного вот там по полтора часа в день. Тем более, даже не в день, простите, полтора часа, потом еще раз полтора часа, еще раз полтора часа и так далее. То есть, что необходимо делать? Необходимо пересматривать саму структуру преподавания. Нужно отказываться, видимо, если мы говорим дистанционного обучения, от полуторачасовых занятий. Они должны быть короче, если говорить о бочной именно системе. Интерактивность не обязательно предполагает вот видео-аудио-контакт. Это может быть игровая, это может быть на уровне выполнения каких-то заданий. Если я, допустим, в какой-то платформе увидел, что студент выполнил какое-то задание, я им даю другое и так далее, и так далее. Но вот простой, еще раз, простой перенос старых методов работы в онлайн-режим, с моей точки зрения, он оказался не самым положительным решением. Понятно, что это было решение вынужденное и срочно принимаемое, несмотря на, опять-таки, большое количество конференций, метод советов, решений, учебников, которые мы же, собственно, и создаем успешно. В-четвертых, о чем уже сегодня, кстати, говорили, тоже предыдущие выступающие, это сложность выдачи, распределения, самое главное, оценивание заданий, которые выполняются как в онлайн, так и в оффлайн-режиме. То есть обычные домашние задания не очень хорошо работают, потому что их можно списать, потому что их можно передать другим, и мы прекрасно понимаем, детки наши работают гораздо лучше, чем мы здесь, они пользуются 30 разными приложениями одновременно, все это дело пересылается, проверить, этот ли студент сделал или нет, это очень сложно, на самом деле. Обучение, общение, простите, онлайн с каждым, собеседование требует намного большего времени, снижает, опять-таки, возможности тех же самых положительных обратных связей, которые необходимы для качества новообучения. И, кроме того, меня здесь, конечно, как преподавателя интересует, как бывшего бухгалтера интересует очень интересный вопрос, а как теперь будет оплачиваться подобного рода работа? То есть создание таких новых ресурсов, всех этих интерактивных, замечательных, о чем необходимо говорить, и что необходимо делать, они требуют очень большого дополнительного времени. Я точно знаю, что создание одной качественной презентации на, скажем, лекцию, требует примерно, у меня примерно, требует от 3 до 6 часов. Может быть, я что-то делаю не так. Пятый, предпоследний пункт, нерешенный, пока что, совершенно вопрос массового проведения лабораторных занятий, сегодня там говорили об имитационных всяких приборах, об имитационных приложениях, огнетушителе и так далее, но требуется все-таки некое простейшее оборудование, требуется измерение, требуются реактивы, базы практик, буквально только что об этом как раз говорили, и у меня, тем не менее, есть большие вопросы по поводу педагогической практики в онлайн-режиме. Одним словом, вопросов пока что очень много, и все я это отношу к проблемам дистанционного обучения. Шестой пункт, это практики так называемого прокторинга, это, с моей точки зрения, это просто стремительное приближение к обществу, тотального надзора, и если нам пока что не хватает экспириенса с ЕГЭ, что это больше похоже на тюрьму Абу Грейб, вот, то мы тогда сейчас вот на уровне, там, скажем, госэкзаменов, те студенты, которым не повезло и в этом году не выпускаются, они почувствовали на себе тоже все прелести этой системы. Выводы. Какие можно сделать выводы и какие можно предложить решения? Ну, прежде всего, я абсолютно убежден в том, что решение этих проблем, технических проблем не может находиться только в технической плоскости. мы должны понимать организационные, нормативные, технические, законодательные, информационные решения должны опираться на очень четкие представления о том, какое образование и зачем мы стремимся дать и, соответственно, получить. Какой подход к образованию мы для себя примем? И не только для себя, но и фактически это те услуги, которые мы представляем, та функция общественная, которую мы выполняем. И поэтому образование это шире, чем профессия. Образование это шире, чем непосредственно инструментальная деятельность. Образование это способ разворачивания жизни, построения человеком жизни в его самоиндивидуализации. И поэтому сегодня задача образования это прежде всего быть практикой вот такого трансцендирования, то есть перенесения, выхода за свои собственные пределы, преодоления вот этого субъективизма и индивидуализма. Практика коммуникативности, практика общения, практика социальности, стремление создать устойчивую, стабильную внутреннюю личность, но при этом не пытаясь ей навязать обязательно какую-нибудь новую референциальную структуру, то есть внедрить в этого человека снова какую-то идеологию, так как, собственно, это происходило или пытались, по крайней мере, делать в советские времена. Вот и поэтому главный вывод, который здесь можно сделать, и с моей точки зрения мы должны дальше проводить наши беседы, делать что-то, модернизировать наши цифровизационные потуги, мы должны понимать, что образование рассматривается и проектируется с точки зрения перспективы способствования личностному росту, благополучию личности, способности человека конструировать, конституировать самую себя и свою собственную социальность. И пока мы этого не будем понимать, все технические решения, к сожалению, будут играть лишь на усугубление тех проблем, о которых я говорил в начале. Еще раз, сама по себе цифровизация, как говорил Жюль Верн, технические решения сами по себе безразличны к целям человечества и к моральному прогрессу. Мы можем быть увешаны мобильными телефонами и прочим, 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 но то, что мы называем понимание этого мира, то, что мы называем рост личности, то, что является способностью, самое главное, личности, быть ответственнее за себя, принимать решения и, наконец, в конце концов, простите за такие вещи, но быть счастливой в этой жизни, это функция. Большое спасибо, Евгений Георгиевич, чрезвычайно интересное выступление. Великолепно, что вы вышли за рамки того, что ограничено было названием, о чем можно было предположить, потому что затронули очень интересные вопросы. Вот вопрос такой, есть такое расхожее достаточно высказывание, что лучше всего генералы готовы к уже прошедшей войне. Вот как вы думаете, после того, как нам, по крайней мере, сказали, что 1 сентября дети вернутся в школу, скорее всего, студенты вернутся в учебное заведение в обычной очной форме, как вы думаете, какие-то изменения произойдут или просто все выдохнут, забудут то, что прошло, или все-таки каким-то образом система образования изменится? Знаете, Михаил Юрьевич, я, честно говоря, здесь скорее придерживаюсь пессимистических взглядов. Я считаю, что изменения будут, но изменения будут в худшую сторону. Я предполагаю, что вкусив плод дистанционного обучения, собственно, доподлинно мне известно, что такая ситуация сейчас в Украине, количество аудиторных часов будет сокращено еще больше. То есть вот в высших учебных заведениях в Украине там четко совершенно господствует сегодня такое вот представление. А, ну так смотрите, все получается, да, онлайн получается. Зачем нам, собственно, да? Мы понимаем, это то, о чем я же говорю на занятиях по тайм-менеджменту. Я говорю, зачем предпринимателям, работодателям и в том числе, да, и администрации учебных заведений содержать огромные корпуса, которые требуют оборудования, содержания и прочего-прочего. Поэтому давайте переносить все это в онлайн-режим. Если даже не все, количество часов будет сокращаться. Рост будет, по крайней мере, на бумаге, естественно, самостоятельной работы увеличиваться студентов и преподавателей. Я предполагаю, что за этим последует сокращение кадров, естественно, потому что у нас все равно, мы считаем, что у нас основа работы преподавателей – это горловые часы. Вот, поэтому я считаю, что все это без как раз вот этого понимания необходимости коренной перестройки, в принципе, того, как мы преподаем и зачем мы преподаем, что все это приведет только к ускорению вот этого катастрофического движения с моей точки зрения. Как сегодня озвучил свою мысль Сергей Львович Лобачев, дай Бог, чтобы я ошибался, да? Да, 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 именно так. Большое вам спасибо еще раз за выступление.